Сейчас мы с вами достанем часть 35-миллиметрового фильма и попробуем запустить её через выбранный вами проектор. Давайте. Это просто какое-то чудо. Буквально минутой и проектор заработал. Лёгкий хруст киноплёнки, магия кино, для кого-то ностальгия. Был время, когда я учился, наверное, в третьем-четвёртом классе. Я вообще-то в деревне жил первоначально. И вот я, да, застал этот период, когда у нас по вторникам, по-моему, и четвергам приезжало кино вот с такой, ну, не с такой установкой, несколько другая была. Был, как называлось, изба-читальня. И там был зальчик со стульями, экранчик на стене. И вот там показывали кино. Вот это я застал. Николай Новинский – специалист своего дела. В середине 60-х работал главным инженером в кинотеатре «Мир». Там было два зала. В конце 70-х пришёл в киновидеоколледж. Так назывался нынешний филиал в ГИКа. Не буду скрывать. Да, поначалу было сложно. Дети пытались понять, знаю ли я то, что я им поясняю. Было сложно иногда. Но потом привык. Ну, а разыгрывали вас в каких-то ситуациях, как молодого-то? Розыгрыши небольшие были, когда вели практические занятия. Они что-нибудь подстроят и кричат – не работает. И смотрят – а найду ли я это? Про мастера говорят – разбудиночью все нюансы кино и видеотехники расскажут без запинки. Когда плёнка шире, выше разрешающая способность, лучше качество изображения и выше информационная насыщенность кадра. Коллекция кинопроекторов разных производителей форматов – арсенал Сергея Упасадского филиалов ГИК. В лаборатории кинотехники и кинотехнологий – лишь малая часть того, что есть. И все в рабочем режиме. Так вот, мы с вами зарядили проектор. И, как уже говорили, тоже есть рукояточка для того, чтобы можно было проверить, правильно ли мы зарядили. Чтобы заинтересовать студента к какой-то дисциплине, я вам скажу прямо. Всевозможные стажировки и повышение квалификации, я скажу на камеру, это ерунда. Нужен необходимый большой опыт и общение с той техникой, с которой ты работаешь. Тогда студентов легко заинтересуешь. И они будут постигать эту дисциплину. Среди кинопроекторов заметили цитаты. Одна из них – Николая Львовича Новинского. «Чтобы стать свободными, надо стать рабами науки». Если студент познаёт дисциплину, в своего рода является рабом данной науки, он свободен и всегда будет легко познавать в дальнейшем эту дисциплину. Плюс к тому, естественно, хорошие оценки будет получать. Ирина Белякова, Сергей Кошайкин. Программа «Утро» на ТВР-24.